Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет мы продолжаем читать, рассматривать, комментировать деяния святых апостолов. Сегодня у нас 15 глава, и вот в прошлый раз мы рассмотрели первое миссионерское путешествие апостола Павла, Варнавы, и они приходят в Антиохию, в Сирийскую, откуда и начиналось это путешествие. И, конечно, они радуются тому, что Господь отверз дверь веры для язычников, и сами язычники, обратившиеся ко Христу, радуются. И тут вдруг оказывается, что свои радуются далеко не все. Читаем. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, пришедшие в Антиохию. Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Получилось, что вот проповедовали сначала иудеям по синагогам, да, ну те все, конечно, принадлежат Ветхому Завету, они все обрезаны, все исполняют, им осталось только принять Христа. Правда, они не особо принимают. А потом, когда вот иудеи не очень, да, то стали обращаться к язычникам, и язычники больше стали принимать. И вот тут возникает вопрос, а нужно ли их действительно сначала, сначала приводить, так сказать, к особенности вот этого Ветхого Завета, да, обрезывать их по закону Моисеева, а потом уже их крестить? Или же не нужно, если они уже принимают Христа? Да. И вот возникает часть вот таких сторонников, появляется часть сторонников такой идеи, их мы называем иудействующими. И они говорят буквально, что если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. На самом деле утверждение это достаточно опасное. Почему так? Потому что получается, что жертва Христова, она как бы недостаточно. А ведь Христос, он пролил кровь за все человечество, за весь мир, да, и Спаситель вывел из ада всех правоцев. И, кстати, неважно было, ну да, вот Авраам, он там как раз вводит обрезание, но до Авраама, допустим, Ной, он же не был обрезан, и сам Адам тоже не был, и прочие праведники Ветхого Завета, которые еще до Авраама. Но Господь ведь их выводит из преисподней, тоже спасает, приобщает их благом райским, благом вечного небесного царства. То есть получается, если мы внимательно читаем евангельское благовестие, что самого Христа и жертвы Христовой уже достаточно для спасения. А тут вдруг говорят, что нет, недостаточно, если не обрежетесь по обряду Моисееву, то не можете спастись. То есть тень кидается на саму жертву Христову, и, соответственно, возникают споры, дискуссии. Читаем. «Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим». То есть на самом деле мы видим, что было очень много смут, таких вот разделений. То есть не надо идеализировать апостольское время, то есть думать, что если это апостольские времена, то все там духоносные, все преисполнены благодати Святого Духа, никто ни с кем не спорит. Нет, все это было. И смуты были, и споры были, разногласия. И вот Павел и Варнавы в данном случае, они считали, что ведь Господь уже открывает спасение язычникам. Они уже приняли того, о ком свидетельствовал Ветхий Завет. Зачем их возвращать, оттягивать к ветхозаветным вот этим обрядам, ведь это было только при уготовлении, самое главное во Христе. Если вы уже обрели Христа, то зачем нечто приуготовительное? А иудействующие, они считали так. И вот они пытались ввести вот эту огромную и очень сложную систему обрядов, то есть шло усложнение. И тогда решили отправиться в Иерусалим, направили Павла, Варнаву, еще некоторых представителей, да, и чтобы там некое соборное решение было. «Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам». То есть они рассказывают про свое миссионерское путешествие. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев». И тут мы видим, что, оказывается, вот некоторые фарисеи, они действительно обратились ко Христу, но они тянули за собой свое ветхое наследие. Получается так, что предшествующая жизнь, она оказывает какой-то отпечаток. И твое образование, и культура, которой ты принадлежишь, это все отпечатывается, и потом с принятием христианства проявляется себя. Вот прежнее твое ветхое наследие. И у фарисеев, в частности, это что? Это то, что они слишком были привязаны к этим обрядовым законам, и они считали, что этому нужно учить и обращающихся язычников. И тут мы читаем дальше, что апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. И тут мы видим первый такой прецедент созывания церковного собора. То есть, фактически, священное писание, книга деяния уже полагает некую основу для будущих соборов. Потому что не единолично должно приниматься какое-то решение, да, не там мне папа римский что-то решает, да, или там какой-то вот отдельный предстоятель. А именно соборное решение, потому что церковь у нас соборная, Дух Святой был дан всем апостолам, и потом их преемникам, епископам, священникам. И в соборном решении как раз вот легче приобщиться к истине. Поэтому апостолы решили вот провести такой собор, ну, по времени, там по-разному отчитывают хронологию, где-то вот, ну, около 50-го года. По Рождестве Христовом, если так вот условно говорить, там плюс-минус. И таким образом мы видим, что дальнейшие вселенские соборы, которые созывались для решения очень важных вопросов, они уже имеют для себя некую вот базу, да, в апостольском соборе. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им. То есть, мы видим, что было очень долгое рассуждение, долгие разговоры, и потом подымается Петр. «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали». Ну, тут надо немножко пояснить, что значит вот это, что Бог одней первых избрал из нас меня. То есть, может показаться тоже немножко так вот нескромно, что значит одней первых, да, если там от самых первых дней, да, то тогда Петра еще вообще не было, да, только Троица была, ну, и те, кого Господь творил в первые дни. А имеется в виду, вот, чтобы понять, что значит избрал из нас меня, а это имеется в виду от первых дней вот этого благовестия. Уже в книге «Деяния» как раз, в книге «Деяния» Петр, один из первых благовествующих, и что значит избрал меня, да, чтобы, вот тут, вот это важно уже, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали. И вот это вот как раз ключевая фраза в данных словах Петра. Речь идет, конечно же, о благовестии Корнилию Сотнику и всей семье, и тем родственникам, знакомым, которых собрал Корнилий Сотник, чтобы услышать от Петра о благовестии, потому что, помните, ведь Петру было дано особое видение, вот этот вот сосуд, спускающийся с неба, да, там всякие гады, четвероногие, и сказано, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым, а потом приходят посланные от Корнилии, вот Петр идет к ним, и он понимает, что уже нельзя язычников почитать как нечистых. Господь их призывает, они тоже братья, они родные братья нам, не просто братья по Адаму, а братья во Христе уже, ну, когда принимают Христа, конечно. И, соответственно, Петр первый им благовествует, Павел уже потом подключился, да, Павел в преимуществе им проповедовал, но изначально вот именно Петр, ну, почему так? Ну, Петр действительно был лидером, Петр первоверховный апостол, он от самых первых дней действительно сопутствовал Спасителю Христу, он там и по водам ходил, да, утопал, правда, но потом опять поднимался, вот, и он исповедовал Христа, и поэтому было очень важно, чтобы вот Господь, он именно Петру прежде всего открыл, Господь ему и открыл, потому что как признанному такому-то лидеру среди апостолов, Петру и открыл, что надо принимать язычников. А Корнилий, сотник его семья, они ведь во время благовестия уже исполнились Духа Святого, их никто там не обрезывал, да, никаких обрядов и законов, жертв никто там ветхозаветных не приносил, не налагали на них это иго, и Петру было явно открыто, что Господь благодать свою дает язычникам, как только они откликнулись на слово о Христе. Поэтому Петр об этом и говорит, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. Продолжает Петр, и сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам. Ну вот это как раз вот то сошествие Святого Духа на Корнилия и его родственников, когда они заговорили тоже иными языками, подобно, как и апостолы вместе с Петром в день Пятидесятницы заговорили. «И не положил», то есть кто? Сердцеведец Бог, «не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Ну тут очевидно, о чем говорит Петр, о том, что зачем возлагать вот это иго очень сложных обрядов, столько шагов ходи, столько не ходи, вот этого прикасайся, этого не прикасайся, случайно там прикоснулся к мертвому, да, или там кровоточиво и тебя прикоснул, все, все там оскверненные, надо особые жертвы, вот это ешь, это не ешь, это все очень сложно, и постоянно все там оступались, вот эти жертвы приносили, да, и вот эта вот чрезмерная сложность, когда уже дарована благодать, не нужна эта сложность, и Петр об этом и говорит, да, но мы веруем, продолжаем он, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они, спасение всем, тогда умолкло все собрание, вот надо представить, что, видимо, очень шумно проходило это собрание, ну в каком смысле, а действительно важные вещи, представляете, они жили в этой традиции ветхозаветной, среди этих жертв, да, среди вот этих суббот, там, да, вот лишнего там нельзя было в руки взять в субботу, и тут вдруг вообще это не нужно, с язычникам это не нужно, а нам тогда, самим иудеям это нужно или не нужно, то есть очень много возникает вопросов, поэтому очень шумно проходило, но тут, значит, они умолкли, умолкло все собрание, и слушало Варнаву и Павла, рассказывавшие, какие знамени и чудеса сотворил Бог через них среди язычников, то есть, оказывается, Господь дает благодать язычникам. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, это Иаков праведный, Иаков брат Господень, который возглавлял Иерусалимскую церковь, первый Иерусалимский епископ, и получается так, что он берет речь в самом конце, и как бы, ну для заключительного слова, когда вот все высказались, и председатель собрания Иаков, епископ Иерусалимской церкви, уже произносит то, что на самом деле и будет положено в заключительный такой документ в определении этого апостольского собора, то есть не Петр, не Павел Варнава, а именно Иаков. Значит, слушай, он говорит, «Мужи, братья, послушайте меня, Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И Сим согласно слова пророков, как написано, потом обращусь и воссоздам скильню Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее». Это из пророка Амоса, получается, что языческое население рассматривается как падшее скинье, которое будет воссоздано и тоже станет жилищем Божиим. «Чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». То есть вот некая такая универсальность евангельской проповеди, она открывается вообще всем, и неважно, какого племени человек принадлежит, какого цвета кожа, да, там, монголоидная раса, там, негроидная, там, европейцы или там еще кто, ну, три основных у нас. Вот. И все равно всем дается это. Всем дается, потому что каждый человек – образ Божий, неважно, повторим, какая там была культура до этого, и самое главное, что могут уже люди Духом Святым преображаться и становиться небожителями. Чадами небесного царства. И дальше Яков произносит такую интересную фразу «Ведомы Богу от вечности все дела его». Вот эта интересная такая фраза, она, конечно, о всеведении Божием, о том, что Господь, вот все, что Он творит, Он от вечности это уже замыслил. То есть нет ничего в действиях Божьих случайного, стихийного. Если Он сотворил мир, то, значит, был предварительно у Господа план, потому что ведомы Богу от вечности все дела его. И Господь творит мир по своему плану, или как говорят еще, что были вот эти вот идеи Божьи, да, которые от вечности в Боге пребывали, согласно этим идеям Господь творит логосы, логосы вот эти как бы идеи, согласно которым творит Бог мир. И поэтому Господь, конечно же, от вечности предусмотрел и предопределил миру быть искупленным от греха через жертву Сына Своего. И, конечно же, Господь предусмотрел, чтобы все люди, все народы, все уголки земли просветились евангельской проповедью и Духом Святым, да, Третьей ипостасией Святой Троицы, преображались и приобщались к жертве Христовой. «Посему, я полагаю, продолжает Иаков, не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Вот это, конечно, ключевая фраза. «Не затруднять, не надо возлагать лишнего иго, а написать им, чтобы они воздерживались», вот что предлагает Иаков, «от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Ну, тут последняя фраза, что означает, что, конечно, закон Моисеев, он проповедуется, все могут его слышать, все могут с ним знакомиться. То есть, пожалуйста, Ветхий Завет, он открыт для чтения, как и нам, христианам, открыт. Мы можем открыть, почитать, но главным является совсем другое. И вот Иаков, он предлагает, как бы, ну, главным является сама вот жертва Христова за всех, да, и благодать Духа Святого, подаваемую всем. А Иаков в качестве некого такого компромисса, он что предлагает? И это, кстати, ложится в вероопределение апостольского собора, и в послание уже письменно, как некий документ, будет направлено. Да, то есть, воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, удавления на крови, и не делать другим того, чего они хотят себе. То есть, пять вот этих постановлений. И тут вот надо немножко, конечно, пояснить, почему это было предприняно. Ну, почему так? Потому что оскверненное идолами, это понятно, да, почему воздерживаться. Потому что оскверненное идолами, оно посвящено идолам, а за каждым идолом стояли свои демонические силы. То есть, бесы искушали людей и порабощали людей через идолослужение. Поэтому посвящаемое идолам является посвящаемое демоническим силам. Вот. Ну, апостол Павел впоследствии, конечно, он напишет, что идол в мире ничто, и все освящается молитвой Словой Божией, поэтому если на торгу что-то покупаете, то главное вы молитесь, молитвой будет освящаться пища, темные силы не подступят, и поэтому не важно, что там продается на торгу. Но бывает так, вот какие-то празднества, посвященные, так они в то время обязательно посвящались тем или иным богам, языческие праздники, и на этих праздниках была пища именно посвящаемая богам, часть идоложертвенного. И, конечно, христианам участвовать в этом не стоило, чтобы не быть как бы причастниками вот этих идольских трапез, да, то есть, ну, некое вот, как бы отгораживаться от этого, показать, что уже иная жизнь, новая жизнь никак не связана с этим скверным идолослужением. От блуда сказано воздерживать. Почему так? Потому что блуд был основной как раз чертой языческого мира. И это действительно так, вот как бы мы там не порицали фарисеев или прочих там иудеев за их привязанность к ветхозаветным обрядам, тем не менее они старались все-таки жить достаточно чисто в этом смысле, в смысле нравственности. А вот языческий мир он утопал в блудеи, сохранилось множество там всяких вот барельефов, каких-то изображений того времени, да, где блудодеяния, они напрямую вот изображаются во всевозможных скверных картинах и это отражало языческий мир, поэтому ну тут уж очевидно подчеркнуть, что вот от блуда нужно, конечно, воздерживаться. Также воздерживаться от удавленины и крови. Это два таких вот пищевых запрета. Друг с другом они связаны. Что такое удавленина? Удавленина это животное, которое задушено, допустим, хищником. Ну, скажем, они же народы там и скотоводческие в том числе, да, и были стада. Ну, допустим, вот там у вас стада овечек, а волк прибежал, там задушил каких-то овечек и все. Их по закону, конечно, нельзя было вкушать. Ну, тут, может быть, и с точки зрения, конечно, медицины это не очень полезно, то, что кровь не выпускается, там неизвестно, что там будет размножаться в такой мертвечении. Но, как бы там ни было, вот от удавленина требовалось воздерживаться и от крови, да, вкушения крови. И почему, в принципе, такие существовали запреты? То есть, чтобы самим не уподобляться хищникам, потому что хищники, они как, они вот задушили свою жертву, ну, и тут же начинают ее грызть, съедать. Понятно, что они там не разделывают, не приготавливают еду. И если человек будет в своей культуре питания уподобляться хищникам, то и нравами своими, как бы он будет приближаться к этому, то есть, в том числе, вот и такая мысль здесь проводилась, чтобы не уподобляться этим хищникам, которые набрасываются и питаются этой. А кровь тоже, ну, представьте, что кто-то будет прям кружками черпать кровь и пить, и ясно, что в этом есть нечто такое жуткое, кровожадное, и человеку нужно удаляться от этой кровожадности. В конечном итоге человек вообще призван, конечно, к ангельской жизни, которая чужда всех подобных вещей, но мы не можем вот так вот просто возвыситься, мясо в пищу, конечно, дозволяется, начиная с правоца, Ноя еще, ему уже было благословлено, но кровь все-таки не положена вкушать, и в Ветхом Завете было много по этому поводу написано, что душа животных в крови его, когда совершались жертвоприношения, то кровь, вот она включалась в обряды ветхозаветных жертв, окроплялся кровью жертвенных животных, окроплялся жертвенник, да, и то есть это как бы некая принадлежность священных обрядов и то, что как бы посвящается Богу, но в любом случае вот вкушение крови, вкушение крови как запрет осталось, и я скажу вам так, что даже есть вот некоторые соборные постановления, в частности, одно из правил апостольских, правил святых апостолов и один из канонов это правило Трульского собора, которые запрещают вкушать кровь животных и сейчас нам, христианам, то есть конечно мы к этому в каком-то смысле там проще относимся, не так, как вот ветхозаветные иудеи, но в целом запреты такие сохраняются, ну а дальше там уже как каждый по своей немощи там, или как он уже сам там готовит пищу, пусть смотрит, но в принципе запреты такие сохраняются. И пятое постановление, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, то есть такое универсальное правило христианской нравственности, вот спаситель, произнося эту заповедь, он ее как озвучил, он так сказал, что как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, то есть спаситель как бы некую такую активность, излагает, что вот делайте добро, делайте добро, потому что и вы хотите, чтобы вам делали добро, а здесь в принципе повторяется та же заповедь, но немножко с другой стороны, вот ты же не хочешь, чтобы тебе делали какое-то зло, поэтому и ты не делай зла другому, то есть тут как бы с отрицательной стороны, не делай другим того, чего не желаете себе, и вот такие правила простые, ясные, где-то они немножко сближаются с ветхозаветным законом, но по минимуму запрет на кровь и на удавление, ну а то, что касается идоложертвенного, блуда, понятно, это решительно отрицается Евангелием, тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и силу мужей начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее, то есть вручается некое послание, избираются два человека, которые поставлены были как начальствующие среди первых христиан в Иерусалимской церкви. И вот какое послание мы читаем. Апостолы, пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. Радоваться это обычное такое приветствие, которое распространено было в том мире, прежде всего оно распространено было, конечно, среди язычников, и поэтому обращаются к тем, кто был обращен из среды язычников. И дальше излагается сам текст. Поелику мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдаться закон, чего мы им не поручали, описывается проблема, проблематика, которая предшествовала апостольскому собору, то мы, собравшись единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. И так мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ну, на самом деле, каждый письменный документ, он нуждается в своем объяснении, в своей трактовке, то есть объяснить могут те, кто хорошо в этом разбирается, кто знает. Иуда Варсава и силы, они как раз как участники того же собора, они могли все это пояснить. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого». Ну, тут прежде всего важны вот эти слова, а у нас они повторялись на самом деле на каждом соборе, «изволясь Духу Святому и нам». То есть собрание, вот это епископское, соборное, оно всегда начинается с молитвы Духу Святому, да, и такое вот трезвомыслие, которое в этих обсуждениях наблюдается, и обращение к Духу Святому, оно как раз вот означает некую синергию действия Духа Святого, пребывающего в иерархии, и человеческого усилия, человеческого усилия для того, чтобы изъяснить вот эти правила. Как мы видим, что здесь было достаточно здравое решение, так же и впоследствии на поместных соборах, на вселенских соборах принимались те решения, которые оказывались очень и очень нужными, полезными и востребованными. И так вот, что здесь сказано? Ну, тут повторяется то, что, собственно, предложил Иаков, брат Господень. Значит, не возлагает на вас никакого бремени, боли, кроме сего необходимого. Воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делая другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы. Вот такое небольшое постановление соборное, апостольское, которое направляется к обратившимся из язычников, и повторим, что с этого момента уже практика соборов, она будет жить в церкви, и, соответственно, будет много всяких постановлений соборных. «Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о всем наставления». Ну, им уже не надо, конечно, возлагать на себя эти ветхозаветные обряды, которые уже совершенно ни к чему, потому что Спаситель, о коем возвещал ветхозавет, уже пришел, да, и Дух Святой даруется им. Ну, читаем дальше. «Иуда и Сила, будучи также пророками обильными словом, преподали наставления братьям и утвердили их». Мы уже упоминали, что в апостольское время в первой церкви были свои пророки, такие особые харизматичные личности, которые вдохновлялись с Духом Святым и говорили так, что воодушевляли всех своим благодатным вдохновением. «Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам, но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим». То есть, Сила, он решил там остаться, чтобы продолжать свою проповедь. «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне». То есть, на некоторое время вот эти споры утихли, все умиротворились, они проповедуют и затем читаем. «По некотором времени Павел сказал Варнаве «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут». То есть, недостаточно просто проповедовать, обратить кого-то, нужно обязательно их посетить. Иначе, если они отпущены в свободное плавание, то неизвестно, куда они приплывут и могут потерпеть кораблекрушение. Поэтому нужно, конечно, поддерживать, приходить, посещать и Павел предлагает как бы пройти по тем местам, чтобы посетить все христианские общины из язычников и поддержать их. Конечно же, Варнава согласился, но при этом читаем. «Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом». Вот мы видим, конечно, чисто такую человеческую сторону взаимодействия двух апостолов друг с другом. Когда хотели отправиться в те края, то Варнава, он хотел взять с собой своего племянника, евангелиста Марка. А Павел как считал, что вот раз он расстался с нами, то есть он до конца не понес всех трудов первого путешествия, то и сейчас пусть он не идет. Но, может быть, Павел имел в виду также и то, что Марк, евангелист Марк, он не был знаком со всеми особенностями вот той проповеди, да, и может быть неправильно будет как-то проповедовать, пропомогать. Как бы там ни было, мы видим у Павла большую такую строгость в отношении Марка. А Варнава, он по мягкости душевной хотел проявить человеколюбие и взять все-таки с собой. И так как оба оказались неуступчивы, то есть Павел не хотел уступать, но и Варнава не хотел уступать, произошло огорчение, они не смогли найти общего языка, то есть мы видим, что не все так вот было по-человечески гладко, но суть-то в чем? В том, что каждый думал о благе проповеди, и они разлучились друг с другом, однако Дух Святой тоже промыслительно это устраивает к пользе церкви, потому что каждый пойдет уже каким-то своим путем и на этом пути уже будет проповедовать, и таким образом еще большим они смогут проповедовать. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, и там они проповедовали, достаточно много там они потрудились. А Павел, избрав себе силу, того силу, который пришел из Иерусалима, отправился, быв поручен братьями благодати Божией и проходил Сирию и Киликию, утверждая церковь. Вот так начинается второе миссионерское путешествие, идут они по Сирии, а потом Киликии, там, где была родина, конечно, апостола Павла, но, правда, в Тарс он не заходил, потому что никакой пророк не принимается в своем отечестве. Про второе миссионерское путешествие мы узнаем в следующий раз, когда будем читать 16 главу. А на этом заканчиваем и желаем вам доброго здравия, не забывать читать Священное Писание, в котором мы можем почерпать очень много и много полезного. Храни вас Божие, дорогие братья и сестры, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok